друзья приветствую вас еще раз по американскому индексу это фьючерс на smp вчера соответственно была попытка отскока сегодня посмотрим как это все будет продолжаться я думаю все таки надо ему отсюда куда-то на 3340 3330 сходить вероятность достаточно большая такого похода так что касается текущей ситуации но смотрите вчера нефть высадили до очередного уровня после этого она отскочила начала расти рубль вчера ослаблялся и к доллару и евро это на фоне во-первых падающей нефти во-вторых на фоне санкций которые американцы ввели по отношению к дочке роснефти но сегодня я думаю высока вероятность того что мы эти новости будем отыгрывать и соответственно наш рынок и рубль будут оскакивать вверх так но похоже евро нашло свое дно уперло с него и соответственно наверно в обозримом будущем но может быть еще 1066 добьем скорее всего будет отсюда отскок я так думаю но мы еще посмотрим сейчас текущую ситуацию но скажем так деревья до небес не растут а камни до центра земли не падают вот поэтому я думаю по евро ближайшее время мы какую-то позитивную динамику все-таки увидим так но индекс мост биржи вчера падал на фоне всех этих событий соответственно золото пошло в рост но она пока не отработала предыдущий локальный перехать 1613 серебро тоже выросла ну и другие благородные металлы тоже не остались ранее вот соответственно такое движение это плюс существенный для поле металла поле золото на риске никель тоже рос но не так энергично там дело в том что было по было по никелю негативная динамика и вот это конечно подкосило не дало ему перехать очередной показать так ну и на фоне всей этой нестабильности крипта начала опять отскакивать восстанавливаться и расти так российский фондовый рынок но что здесь у нас было поле металлы поле золото само собой росли потому что когда ситуация ухудшается но растут драгметаллы соответственно это ключевые игроки которые начинают расти так но вот новотек но с новотеком смотрите там ситуация какая как идея с природным газом ростом была отыгранная природный газ начал проседать соответственно вот и кто же растерял свой рост вот сейчас мы это более детально рассмотрим так ну и соответственно наши энергетики и нефтяники корректировались сургут обычка лидер по просадке и соответственно рост нефть на парус нефти там вышли данное введение санкций дочка мы поэтому раз не спросила я думаю сегодня возможно корректирующие движение вверх парус нефти и скорее всего опять же это если не вылезет там что-то новое вот сейчас на руснефти отдельно рассмотрим потом так на что у нас здесь получается япония отскакивает китай тоже растет на текущий момент но китайский индекс указывает на то что фондовый рынок китая торгуется сегодня в плюсе и соответственно скорее всего будет позитивное открытие по российскому рынку и особенно по стали литейным компаниям так далее друзья вот смотрите по индекс доллара случилось дошел он до 99 и 3 даже немножко пробил вот сейчас в ближайшее время возможен разворот и соответственно ход индекс доллара но сначала на 99 это понятно и в принципе у него вот открывается цель для движения первое это 98 а в перспективе это соответственно 97 1 вопрос только в том будет или нет здесь разворот я думаю вероятность того что здесь вблизи вот этих значений развернется достаточно высокая в любом случае ближайший день 2 будет понятно если разворотная формация здесь образуется то скорее всего пойдет движение вниз соответственно 1 цель 98 и 6 далее 98 и 3 к дальше посмотрим вот но если разворота не будет это ощутимый негатив для мировой экономики и для развивающихся рынка ну вот в общем то недельный рынок видите недельные свечи по индекс доллара . подошли к демаркационной линии и соответственно здесь вот очень высока вероятность того что от этих значений будет разворот и движение в нижний диапазон даже если предположить что здесь растущий канал идет то в рамках вот этого движения наиболее вероятно корректировка ну хотя бы на 96 86 но это не за день разумеется это там течение какого-то времени но вполне отсюда он может скорректироваться уже но если он пробивает и начинает закрепляться то соответственно дело табак потому что в этой ситуации следующая цель движения у него сто целых восемьдесят 7 и потом тестирование перехаря 103 81 пока рост идет не на очень больших объемов по месячному графику и поэтому конечно наиболее оптимальный сценарий это здесь вот вблизи текущих значений разворот и отработка следующей цели которая внизу по месячному графику 97 35 так друзья далее нефть но смотрите по нефть его цель здесь движения 59 то есть он доходит до 59 58 85 59 и вот с этой точке даже с диапазона 59 59 59 5 скорее всего возможен разворот движение вниз вот вчера более или менее процесс активизировал то есть рост пошел на растущих объемов после просадки но здесь как бы высадка пассажиров набор пороха и дальше очень энергичный рост пошел вот видите объем какой здоровый ну по крайней мере по сравнению с тем что было это это уже продвижение так и что у нас получается на движение вот к этому значению здесь либо разворот либо консолидации дальше отработка следующей цели которые выше идет я думаю все таки более вероятно что с этого уровня мы увидим разворот и соответственно сначала откат на 57 и 3 вот и случае если здесь не удержится то соответственно пойдет она не так вот часовой график по нефти здесь сейчас очень высокой степени вероятности рисует корректирующие движение цель этого движения 57 68 вот здесь скорее всего произошел разворот и очень высока вероятность того что мы ближайшее время увидим движение на 57 57 68 если все-таки будет пробой 58 и 5 на растущем объеме то соответственно это приведет к движению отработки цели на 5905 вот но пока вероятность такого процесса не очень высока тем более вечером там вам данные по нефти выходит в америке так друзья дали серебро вот здесь пробили существенный уровень 1807 40 и высока вероятность того что в ближайшее время будет тестирование 18 37 79 и случае пробития на объеме будет дальнейший ход и тестирование 1891 вот сюда вот вот случай если сейчас не удержится выше 1807 будет пробой откат и соответственно отработка цели 1763 вот сюда вот рост цен на золото и серебро это дополнительный позитив для поле золота и поле металла так на палладий как ракета летит вверх не останавливаясь соответственно это будет плюс для норм никеля если не будет проседать сегодня еще никель то мы возможно увидим в тестировании пробой по норме телю исторического максимум так вот это цены на никель но смотрите вот здесь из-за того что вчера было проседание цен но опять же как бы не пробили формацию нижнюю не пробили сопротивление который 12500 сегодня поэтому от текущих значений от локального минимума 12800 весьма вероятен либо отскок на 13 180 или консолидации набор позиции соответственно если никель будет нейтрален или будет расти на фоне растущего палладий это придаст энергию движения норильскому никелю так друзья далее рубль-доллар котировка и из этого мура дневной таймфрейм что мы здесь видим но здесь вообще просто достаточно энергичное движение в рамках проторгованного диапазона верхняя граница это соответственно 6420 нижняя граница находится в диапазоне 63 55 63 35 вот здесь вот вчера очень большой объем торгов был соответственно на фоне всей этой ситуации с введением санкций то есть это говорит о том что здесь все-таки инициация движения вверх по паре рубль-доллар но пока судя по всему будут удерживать диапазоне вот как только будет пробитие на объеме 64 и 264 5 и уход на объеме вот в эту область это будет говорить о том что скорее всего рубль будут уже очень серьезно ослаблять пока вот здесь его держит то есть судя по всему просто центробанк предпринимает ответные действия и соответственно здесь откатывается значение доллара вот в эту проторгованную область так сегодня соответственно нефть отросла правда она может немного скорректироваться и поэтому с утра наверное будет достаточно волатильная ситуация по валюте давайте сейчас человек посмотрим ну да здесь по сути произошел то есть здесь однозначно идет растущий канал но вчера произошел с одной стороны пробой тестирования верхней границы с другой стороны потом пошел откат и возврат в проторгованную зону вот соответственно сегодня с утра я думаю с утра наиболее вероятный сценарий это будет движение вот сюда вот отработку от этого уровня 63 91 и потом 63 96 вот сюда вот вот но если все таки будет пробитие вниз 63 72 на объеме то сгоняет он отработает цель на 63 59 вот сюда но пока в большей степени я думаю здесь скорее всего будет пива то есть будет движение туда-сюда в первый час два торгов и возможно он и сюда сгоняет на фоне выросший нефти вот и потом соответственно от скотча сходит сюда то есть я думаю здесь надо на этот коридор с утра ориентироваться коридор диапазоне 63 58 63 96 то есть конечно движение они будут пилообразного здесь проходить вот исходя из того что нет все-таки выросла если она не скорректируется до окончания нашей торговой сессии то соответственно наверно будет все-таки уход вот сюда вот 63 75 потом если здесь пробой уровня на объеме 63 72 сходит отработает вот это значение и потом отсюда если нет сильно не укрепиться не начнет расти то будет отскок и соответственно возвратов в этот проторгованный диапазон так друзья далее рубль евро соответственно мы вчера увидели попытку начала движения вверх она правда завершилась ниже началом открытия дня вот соответственно евро вот в эту консолидацию вернулась и соответственно сегодня в зависимости от развития ситуации будет ну если будет пробой на объеме 69 соответственно мы увидим тестирование 69 40 если на объеме будут выносить 68 71 то соответственно здесь еще осталось недобитая цель 68 47 и 68 01 могут продавить сюда так давайте посмотрим более короткие таймфреймы у нас показывают что вот есть недобитая цель 68 68 часовой график и если все-таки укрепление нефти пойдет и соответственно движение вниз продолжится вот эту цель должны добить и закрыть вот после этого если не будет пробить и 68 51 на объеме отсюда будет отскок и отработка следующей цели которая находится на 69 07 и дальнейшее движение на 69 70 вот сюда вот так а пятиминутный график у нас указывает что с утра вот мы пойдем 68 75 вот сюда вот отрабатывать эту цель и дальше если не будет пробития на объеме 68 72 то что здесь будет отбой и движение на восстановление на диапазон назначение 69 60 98 вот сюда вот если будет пробой на объеме 68 72 соответственно уход вниз к целям которые обсуждали по часовику и дневки так друзья далее индекс ртс фьючерс склеены на что хотела обратить внимание на смотрите сейчас по сути вот то что шло движение это все проторговка консолидацию в этом диапазоне соответственно очень существенный момент если все-таки с утра 19 февраля не будет пробития на объеме 151 1600 151 1500 то наиболее вероятный сценарий что вот здесь произойдет разворот и мы увидим движение 1 цель 154 вот сюда вот если здесь будет пробой 151 600 151 500 на объеме то следующий цель движения очень быстро будет 149 600 и по факту пробить и 149 600 на объеме будет уход на 144 850 вот сюда часовой график рисует то что здесь более вероятно более вероятно движение сначала вверх на пробой 152 300 вот и по факту пробой сразу будет быстрый движняк на 154 650 отработка вот этой цели и если здесь закрепится объема не начнут падать то следующий цель движения 155 750 вот сюда выросшая нефть и остывание эмоций после вчерашнего дня скорее всего будет способствовать движению наверх но если здесь будет пробить и 151 то это будет очень нехорошо это сразу приведет к движению на 150 300 и потом тестирование скорее всего пробой 100 149 550 пока я вижу большая вероятность движения вверх но пробить и вот этого уровня уведет вниз спасибо за внимание